Совещание по предварительным итогам государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства и земельных участков провел депутат Московской областной думы, председатель комитета по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин. Совещание прошло в зале заседания местного отделения партии «Единая Россия» на кооперативной 20. Сюда пригласили представителей районного отделения Союза промышленников и предпринимателей, торговой палаты, Союза садоводов, директоров предприятий и организаций предпринимателей. Всего в Московской области кадастровая оценка затронула более 12 миллионов объектов. Среди них земельных участков – почти 4 миллиона объектов, капитального строительства – 8,5 миллионов. В прошлом году прошел подготовительный этап, собирались сведения. А в этом кадастровая оценка будет завершена до конца года. Она вступит в силу с 1 января 2019 года. Здесь взаимный обмен информацией, что очень важно, потому что если это касается квартир, дач земельных участков, ИЖС, СНТ, ДНТ, то это социальный эффект. Мы понимаем, что здесь нужна очень гибкая такая политика для того, чтобы, еще президент об этом сказал, оценка кадастрового строительства земли должна быть справедливой. По всем объектам заложен принцип, изменяющий уровень кадастровой оценки в зависимости от удаленности от МКАД на полкилометра, на 30, на 60. В зависимости от этого социальное снижение по уровню налогов, которые надо будет платить, например, по земельным участкам, коснется 2,5 миллионов граждан. И одновременно увеличение по торговым предприятиям составит, по прогнозным данным, более чем на миллиард рублей. В целом же налоговая нагрузка на бизнес будет дифференцированной. Например, налог не увеличится на земли сельскохозяйственного использования, а на участки, отданные под производственные цели, уменьшится более чем на миллиард рублей. Причем пока еще есть время и возможность подать замечания по кадастровой оценке объекта. Это можно сделать до 2 ноября. На данных встречах мы рассказываем, где можно посмотреть промежуточные отчеты, где можно итоговые отчеты посмотреть, как подать замечания к промежуточным результатам, как быть после утверждения результатов, если не согласны с кадастровой стоимостью, какие есть пути для того, чтобы ее исправить. На совещании отмечалось, что работа над кадастровой оценкой продолжается, и потому, если кто-то заметит в опубликованных результатах техническую ошибку или же сочтет, что не были учтены все параметры, характеризующие объект, то замечания можно подавать как в Центр кадастровой оценки, так и на региональный портал государственных и муниципальных услуг, в МФЦ или же в Министерство имущественных отношений Московской области. Андрей Циханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо. Спасибо. Спасибо.